Школьное образование включает в себя немало обязательных предметов. К изучению ученикам предлагается не только математика и русский язык, но и физика, химия, иностранные языки, биология и многое-многое другое. А вот на открытом слете научных обществ, общеобразовательных учреждений ребятам предоставляется возможность еще глубже окунуться в каждую из интересующих их сфер. Там в школе номер 13 собрались ребята со всех школ городского округа, чтобы продемонстрировать свои знания уже на практике. Буквально несколько минут назад здесь было столпотворение, а сейчас все ученики разошлись по кабинетам. Всего здесь 16 секций, в каждой из которых по 9-10 участников. Сегодня у нас такой небольшой юбилей, 10 лет научным обществом, школьным научным обществом, такое торжественное открытие. Очень много присутствует детей. С каждым годом количество детей, занимающихся в ученических научных обществах, растет. Сегодня у нас представлены лучшие участники школьных своих научных обществ. Их 180 человек. И это очень радует, что с каждым годом у нас эта цифра растет. Секции разделились по следующим профилям. Физико-химический, социальный, историко-краеведческий, естественно-экологический, информационно-математический, культурологический, профиль иностранных языков и другие. Все участники подготовили свои научные проекты. Сегодня я подготовила проект по технологии под названием «В новогодние шары приглашаю в сказку «Пейп-арт». Что это такое? Это старые елочные игрушки, которые я преобразила вот в такие новые, интересные, яркие, красочные. В различных техниках. Это декупаж, то есть наклеивание салфеток в такой взор. И «Пейп-арт» – скручивание салфеток в шкутики и, опять же, приклеивание. Ну и декор, различные украшения, бантики, шишечки и так далее. Это робот модели «Лего». Она называется «Буст». И я его делала с помощью приложения на телефоне. С помощью него можно научиться моторику рук улучшать. И с помощью него можно научиться мелкому программированию. В каждом тематическом блоке позднее были отобраны ребята, представившие по мнению научных руководителей лучший проект. Мария Буржинская, Валерий Жеглей, телерадиокомпания «Щелково». Продолжение следует...